Добрый день, дорогие подписчики, друзья! Друзья, с вами компания Крофмонтаж и я, Мороз Алексей. Мы находимся сейчас в Москве, в экспоцентре. Нас пригласили на строительную выставку, чтобы я дал экспертную оценку и высказал свое мнение по поводу теста кровельных материалов, на что нужно обращать внимание. Пойдемте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, дамы и господа! Мы предлагаем вам посетить открытое выставочное пространство в конце нашего павильона, где сейчас состоится стальной тест-драйв. Специалист, кровельщик, который много лет работает на рынке. Итак, как мы выбираем кровельный металл? Не специалисту, конечно, на рынке вот так прийти, взять в магазине металл, ориентируясь только на цену, определить на ощупь очень сложно. Если металл стоит 300 рублей, а другой стоит 600, надо понимать, что где-то есть какой-то подвох, качество самой стали, толщина ее, наличие цинка, качество грунтовок и качество полимерного покрытия. Мы берем уже у проверенных поставщиков, а хороший производитель, он всегда пригласит себе либо в лабораторию, либо, как в данном случае, объяснит, покажет. Мы сейчас проведем несколько тестов, которые некоторые компании рекомендуют проводить. Сейчас мы возьмем образец металла и просто-напросто померим. Это образец с рынка толщиной 0,35 с полимерным покрытием. Он гораздо тоньше, чем заявлен. Что это за сталь? Сколько там цинка? Естественно, тоже не известно. То есть, если вы покупаете на рынке самое дешевое что-то, да? Вам даже не дадут померить там, даже если вы хотите. Да. Данная сталь идет честная 0,5, 275 цинка, первый класс цинкования, покрытие полалмат. Это является нашим топовым покрытием, самым лучшим на рынке, специально разработанное для кровельного бизнеса. Мария проводит вот тесты на трех монетках, и вы видите, просто на нашем металле это ничего не остается, никаких следов, царапиц. Прежде чем мы перейдем к практической части, давайте подведем итог. Итак, я прихожу, как обычный заказчик, покупать металл. Спросить документы у поставщика, чтобы не проводить такие сложные эксперименты при покупке, и обращать внимание на маркировку. Мы привезли эти станки, и мы интересуемся качеством металла. Я приглашаю всех желающих, если есть смелые. Подходите. Кто хочет ударить? Легко. И даже ребенок может справиться. Сейчас вырубили 05-ю 280-ю сталь, нашу конструкционную, честную финскую 05-ю сталь, и 06-я российская церковка. Ну, даже вот человек, который попробовал, именно кровельщик профессионал, он оценил результат. На этом станке изготавливали водосточный трубок. Водосток и желоба. Вот это называется граненый стакан. Зарядили для вас. Вам не тяжело. Нормально. Нормально. Все, представьте, завтра. Вот и вам. Прокатали китайскую, предположительно, сталь 035. Тоже есть ребристость металла. И сейчас сделаем руки и сравним. Абсолютно видно, что материал полностью гладкий. Вот вы можете видеть наглядно. Эта оцинковка дает ребристость, а эта сталь рубки гладко выглядит. Толщина у них одинаковая. Вот. Ну, пожалуйста. Зигмашинка, если кто не знает, это оборудование для образования замка на круглых трубах или водостоках. Это мы сделали заужение водосточной трубы, чтобы труба могла входить одна в другую. Как видите, станок обрабатывал механически покрашенное покрытие. И выглядит оно цельно. Нет подертости краски и покрытия. Сейчас проводится тест с тайской сталью с полимерным покрытием. В глубине уже царапины. Это, что называется, очевидить разницу покрытия. Эту сталь мы хорошо знаем. Ее еще называют фальц-плюс. Или как вы говорите? Фальц-плюс. Да. То есть вот она как раз предназначена, так сказать, широко используем по фальцевой кровли. Для ручных работ жестянщики с ручным инструментом, ножницами. Она легко, податлива на изгиб. Можно делать какие-то эллипсные формы. Менее оставляет ребристость на своем покрытии, если подвергать ее ручной обработке. Здесь вообще ни одной царапины не оставил механический станок, зиговка в данном случае. Мы работали с полиэстером. Вот наша пресловутая экономия случаялась, где объекты снабжали у нас сами заказчики. Человек считал, что ему не важно внешний вид, он хотел фальцевую кровлю. И мы, конечно, это видели. Это большая разница, если матовый пурал и полиэстер. Ты даже на верстаке лист покрутишь пару раз от абразива мелкого песочка. Нарушено у него лакокрасочное покрытие. Что говорить уже о ножницах, о киянках, о молотке. Как правило, заказчиков предупреждаем. Сейчас уже я не помню, когда мы полиэстером крыли. Наши кровли в Москве стоят до сих пор. Можно это посмотреть, качество наших работ. В центре Москвы есть объекты по фальцевой кровли. Желающим можем произвести экскурсию. Пользуясь случаем, я хотел вообще задать вопрос от наших клиентов. Екатерина Валерьевна Райхауми. Это представитель компании «Руки» в России. И у меня клиенты задают, что с брендом. Говорят, что его уже не существует. Бренда «Руки» уже нет. У вас там какое-то слияние произошло. Прокомментируйте. Спасибо за вопрос. На данный момент бренд ССБ является также юридическим названием компании-корпорации всей. В рамках этой корпорации есть дивизион строительный, который называется «Руки». То есть «Руки» никуда не исчезли, не пропало. Мы на месте. Балабаново, Обнинск. Никуда не пропали. Все в порядке. Ну, хорошо. Успокоили. Конечно, переживаем за проверенное качество. Надеюсь, наше видео было для вас полезным, познавательным. С вами была компания «Крофмонтаж». Я, Мороз Алексей. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok